Байер-Зенит Два матча были подряд Но вот здесь прогноз оказался неуспешным По многим, наверное, причинам Мне кажется, Зенит потерял ту легкость Ту свежесть, которая у него была в начале сезона И здесь вопрос, наверное, к тренерскому штабу Почему Зенит вот именно так на волне Удачного начала Пусть там были и соперники Несопоставимые с Зенитом по классу Вот выйдя на такие ключевые игры Вот на эти спаренные игры с Байером На игру с Краснодаром На игру с Спартаком перед паузой Зенит уже потерял в этой свежести И функционально выглядел Не так ярко, не так подвижно Как это было на старте сезона По окончании матча Или, может быть, по ходу второго тайма матча Байер-Зенит Что ты чувствовал? Досаду, обиду, злость, грусть? Ну, я бы не сказал, что это было какое-то равнодушие Потому что Игра, честно говоря, не потрясала воображение Игра не держала в напряжении Не было этого градуса Такого Лига Чемпионского нерва Вот на игру ЦСКА Ман-Сити Было приятно смотреть Особенно во втором тайме Не только потому, что ЦСКА Сравнял счет в итоге Да, и добился положительного результата А потому, что была какая-то искра Был какой-то движ Даже несмотря на отсутствие зрителей Здесь мне показалось, как все очень монотонно Академично С катастрофическим процентом брака И в целом просто Байер, на мой взгляд Вот из того, что я вчера видел Сверхъестественно ничего не показал Мы знаем эту команду Мы видим ее в Бундеслиге Она может играть гораздо ярче Гораздо агрессивнее И смелее вперед Но это тот случай, когда Байер сыграл строго по результату И это был не настоящий Байер Это Байер был Лигой Чемпионской Когда ему надо было подстроиться под соперника Не диктовать свои условия А именно подстроиться под Зенит Зенит уже добился И это немало достижений Что под него готовятся команды И выстраивают такую модель С Бенфикой прокатило у Зенита Потому что Бенфика, видимо, рассчитывала играть от себя Раскрылась и получилось сразу два Байеру это все учитывал Прекрасно понимал Поэтому сыграл очень практично Моментов у ворот Зенита не было Это тот редкий случай, когда Байер ничего По большому счету не дает создать у своих ворот Это вообще по этому сезону большая редкость Потому что всего, по-моему, в одном или двух матчах Этого сезона, когда Байер не пропустил Байер во втором тайме нанес три удара по воротам Зенита Против десяти в первом тайме Но вот КПД оказался очень высоким Ты как человек эфирный, телевизионный, радийный Знаешь, что очень важно, когда ведешь программу Вход и выход, да? Вот мне показалось, что у Байера как раз вход и выход В каждом из таймов получались лучше, чем у Зенита Вот это может быть ключевой момент Ключевой момент просто реализация моментов Реализация тех подходов, которые были к воротам В первом тайме два раза Ладыгин спас Когда был дальний удар Как-то так неуклюжий немножечко Но все-таки команду выручил Потом Чалхан оглопил головой Да, и успел сложить с Ладыгин А гол, который Зенит пропустил Он же был не какой-то моментальной Вихреносной такой атакой Которая там веером раскрывалась Фолл не фолл Там действительно 50 на 50 Арбитр почитал, что нарушения правил не было И когда мяч покатили на донате Правый защитник крайне успевает догнать атаку Получить мяч Прицелиться, посмотреть, пробить И вот здесь не только проблема Ладыгина Что он не выручил команду Это действительно его гол Он успел мяча коснуться Но от его руки мяч в ворота влетел А то, что комплексно Зенит не успел Перегруппироваться, перестроиться Чтобы этот удар накрыть В такой ситуации, конечно, ошибка не персональная Я думаю, коллективная И большая проблема для Зенита Это то, что он пропустил достаточно быстро второй гол Я думаю, что Зенит старался как-то перестроиться Перегруппироваться Но вот этот второй гол со стандарта Он не то, чтобы добил Зенит Но он практически предрешил исход матча Может чуть надломать футболистов И здесь вот может появиться чуть-чуть Такое, как бы, понятие Небольшая паника Потому что один матч останется домашний И один матч на выезде И здесь, конечно Но вот определяющий, я считаю, вот Ливеркузин То есть то, что происходило на поле в Ливеркузине Гораздо больше